что сегодня на обед у вас эти женщины осуждены за тяжкие преступления многие из них признали и осознали свою вину главное желание как можно быстрее вырваться на волю внимание в камере номер четыре отбывает наказание молодая женщина попала за сбыт наркотиков получила 12 лет за примерное поведение отсидев 6 лет скоро выходит на свободу досрочно женщина рассказывать мечтает быстрее начать новую жизнь она верит что в 45 это сделать еще не поздно пойду срочно работу буду для сына жить детство ему не дала хотя бы сейчас дам какой-то шанс что осознает что у него мама есть сколько ему сейчас 19 будет в другом крыле колонии одиночная камера в ней содержится заключенной с пометкой особо опасно говорить журналистами женщина наотрез отказалась есть среди женщин сидельцев и те кто возвращается в колонию уже в третий раз этой женщине уже 45 она бывает 15 лет за убийством первые два срока отсидела за грабеж заключенная рассказывать что на воле ее никто не ждет когда человека убиваешь и там даже избиваешь даже человеку больно делаешь это осознаешь когда ты уже не в том смысле то что тебе срок дали или чё-то том то что все равно такой груз это очень тяжело жизнь у человека то вообще у меня родственников нету такого близкого прям меня если честно никто не ждет заново можно начать конечно думаю сейчас у меня удовольствием будет уже 52 года звонок тридцать втором году уже в возрасте буду думаю надо молиться и дальше жить в казахстане всего одна колония строгого режима для женщин в каждом учреждении работает психолог чаще всего заключенные жалуются на сокамерников многим найти общий язык друг с другом сложно самой молодой осужденной 23 года пожилой 71 это конфликтные ситуации различные это недопонимание где-то где-то бывают проблемы с родными почему потому как они в находятся и как бы вот это вот где-то они теряют связи свои социально полезные не бывает того что что-то было без шансов шансы есть просто нужно работать просто каждому нужно выполнить свою работу и если механизм будет работать то я думаю что процентов 80 и шансы в колонии около 200 заключенных 67 из них работает осваивают новые специальности они верят что на свободе они смогут начать жизнь с чистого листа не оглядываясь назад один средов давран абдеев султан бахаджанулов информационная служба телекомпании утерар